Уже осенью в Ненецком округе начнет работу завод строительных конструкций Заполярье. Сейчас завершается подготовка территории и помещений будущей производственной базы. Все силы руководства предприятия и подрядчиков направлены на завершение подготовительных мероприятий для того, чтобы в ближайшее время завод мог запустить производство. В гостях программы «Актуальное интервью» директор предприятия Игорь Лысенко и генеральный директор компании ННК «Строй» Дмитрий Соколов. Здравствуйте, Игорь Викторович, здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Расскажите кратко о проекте по производству строительства завода Заполярье в Наринмаре. Ну, Саша, по сравнению, немножечко истории. В прошлом году осенью после перевода активов предприятия Наринмарстрой на ННК «Строй» было принято решение провести технико-экономическое обоснование целесообразности строительства в округе шлезобетонного завода по технологии сборно-монолитно-каркасного домостроения. В результате технического обоснования было получено положительное заключение, которое, в общем-то, и способствовало началу самого перевооружения тех производственных мощностей бывшего СМУ Наринмарстроя в завод шлезобетонных конструкций. Был заключен договор на техническое перевооружение этих мощностей во всех зданиях. Большой объем очень объектов профильных для этого завода. В результате чего, я уже говорил в интервью на объекте, вы были несколько раз, корреспонденты спрашивали, значит, самое главное, что этот завод, который мы в конце концов сейчас закончим, и уже он в стадии завершения, сам процесс перевооружения, позволит в исчерпывающем объеме, я повторяю, в исчерпывающем объеме, производить железобетонные конструкции, позволяющие осуществление строительства жилья в размере порядка 30 тысяч квадратных метров условного жилья в год. То есть это вполне перекроет, по крайней мере, сегодняшние потребности Ненецкого округа в жилищном домостроении. Кроме того, этот завод позволит производить, скажем так, побочное производство, это дорожные плиты, это железобетонные конструкции для берега укрепления. И я почему не просто так вывыше сказал, что это исчерпывающий объем, потому что кроме железобетонных конструкций перевооружение завода предусматривает производство из ПВХ материалов оконных блоков, дверных блоков. То есть, кроме этого, кровля, фасадная отделка кассетой. Ну, в общем, могу сказать, что для строительства жилья в Ненецком округе круглогодичного, чего до настоящего момента в Ненецком автономном округе не было. Все производство жилья, строительство было связано с сезонностью. Так вот, именно этот завод по технологии сборной монолитно-каркасного домостроения и позволит уйти от сезонности и самой главной задачей для обеспечения внесезонного строительства будет обеспечение инертными материалами в период навигации. Именно щебень и отсев. Частично песок крупнокопно-зианистый, хотя вот мы проводили экспертизы местного песка, который отмывается, и нам дали положительное заключение, при определенных химических доводках его вполне можно использовать, если бетонно. Но непосредственно, наверное, как сказать, поконкретнее и более тщательно в цифрах, я думаю, Игорь Витович, являясь директором вот именно этого завода железобетонных конструкций Заполярье, он, наверное, более просветит по продукции того завода, который он уже будет выпускать, получив весь комплекс объектов в аренду. Игорь Викторович, какую продукцию и в каких объемах будет производить завод? Ну, на данных площадях позволяется производить до 60-70 метров квадратного стеновых панелей, до 30 штук свай, там балок, колонн. Вот. 10 пустотных плит в день можно производить, дорожных плит 10 штук в день можно производить. Ну и там мелкой штучки до 5000 штук кирпичей. Вот. И данные мощности позволяют производить. Какие преимущества получит округ вот с запуском этого завода? Ну, как сказал уже Дмитрий Дмитриевич, что быстрота и скорость монтажа данного железобетона и круглогодичность строительства домостроения. Когда вы планируете укомплектовать штат? Ну, штат, укомплектация идет постоянно, потому что мы проводим предварительные собеседования, составляем список специальностей и рабочих, которые приходят, интересуются работой напрямую на завод, который сейчас идет при оборудовании. И очень плотно работаем в службе зянатости, которая тоже предоставляет нам людей. Вот. И когда будет укомплектовано полностью штатное расписание и появятся средства у завода, мы начнем набирать людей. А сколько вакансий? Ну, для запуска производства потребуется порядка 50 человек, а в дальнейшем с увеличением мощности, вот, около 75 человек потребуется. А обучение на производстве будет? Да, будем обучать желающих людей, специальности формовщика, арматурщика, бетонщика, вот, чтобы люди умели читать чертеж и собирать сборную железобетона. Какие требования вы предъявляете к работникам? Ну, самое главное требование — это желание работать. Если есть у человека желание работать, то все остальное мы поможем, научим, дадим квалификацию. Какая средняя зарплата ожидается на предприятии? Ну, по предварительным средняя заработная плата ожидается порядка 45-50 тысяч, да. Ну, вообще зарплата будет сдельная, сдельная, да. И с увеличением квалификации сотрудников и их навыков зарплата может возрасти. От производительности? От производительности, да. А планируете приглашать специалистов, может быть, из других регионов? Ну, пока мы работаем с местными, с службой занятости, с местными людьми. И будем комплектовать, стараться местными жителями. Вот, ну, если не наберем нужный штат и нужных специалистов, да, ну, будем привлекать из других регионов. Игорь Викторович, Ваше предприятие стало участником окружной программы, опережающей подготовки кадров. Почему и чем Вам может помочь округ? Ну, потому что округ частично финансирует обучение специалистов, рабочих специальностей, да, и это нам поможет в обучении рабочих специальностей на заводе прям. И именно обучение на месте. На месте, да, на производстве. То есть суть в том, что Игорь Викторович будет их обучать на производстве непосредственно, а занятость будет это дело финансировать. Частично финансировать, да, округ. В лице занятости будет финансировать. Какие, на Ваш взгляд, перспективы развития строительной области, отрасли в Наринмаре? Ну, перспективы довольно хорошие, потому что большие, потому что, как уже было ранее сказано, позволит круглогодичное строительство. Мы не будем зависеть от навигации, от других каких-то там климатических условий, да, потому что сборный железобетон позволяет монтировать при любых погодных условиях. Знаете, вот едешь по городу, я очень часто мотаюсь, у меня офис в Искателях пока, так вот, так хочется заменить вот эти двухэтажные здания, которые, конечно, обшиты красивым разноцветным, как это, блокпанельными, да, но хотелось бы их заменить такими зданиями, которые стоят напротив них. То есть красивым, со современными домами. Поэтому перспектива домостроения в Наринмаре, по-моему, очень позитивная. И округ, я так думаю, предпримет все возможности для того, чтобы эту работу не снижать. По финансированию строительства, жилья. Панели будут производиться уже не просто панели железобетонные, а они будут трехслойные, ну, планируются в дальнейшем по новой технологии, трехслойные утепленные панели. Сразу же с фасадной отделкой, которая не требует дальнейшего утепления и там навешивания какого-то фасада. Просто покрасить и все. И можно уже подводить коммуникации, вставлять окна и жить. Вообще, в двух словах, конечно, это очень длинный разговор по вот этому уникальному сборному монолитно-каркасному доснотаянию технологии. Это, грубо говоря, как лего. То есть все конструкции будут производить Игорь Витович на заводе непосредственно. И уже на месте стройки, на объекте, из этих конструкций будет собираться дом. Вот почему это и менее трудоемко, и менее затратно, и, соответственно, гораздо ниже себестоимость, от чего будет зависеть стоимость квадратного метра в том числе. И скорость монтажа жилья увеличится. Скорость монтажа очень высокая. Да, очень высокая. И после монтажа данные конструкции железобетона, они, в принципе, по всем техническим расчетам приравниваются к монолитным. Поэтому жители не должны бояться, что вот там панельные дома. На самом деле очень качественные и теплые дома будут. Уже опробовано и во многих регионах строится. Даже в Когалыми два дома, два или три дома 60-этажных возведены по данной технологии. Игорь Викторович, насколько я знаю, вас пригласили в Нинецкий округ. Расскажите немного о себе. Да, меня пригласили на завод директором. Процесс был долгий, я очень долго сомневался, думал, взвешивал все за и против. Потому что я работал на подобном предприятии, да, только, ну, не в должности генерального директора, а замгенерального директора по производству. Я именно курировал процесс производства. Но наше предприятие было раз в пять побольше. Я очень долго сомневался, ехать или нет. Ну, приехав, посмотрел, мне здесь понравилось. И принял предложение. Вот. Захотелось поднять завод и сделать не хуже, чем тот, на котором я до этого работал. Чтобы здесь производились те же конструкции, были те же возможности, что и там. Ну, а себе окончил Северо-Западный политехнический университет. Потом недавно по специальности электромеханик. Второе образование получил по специальности строительства, инженер-строитель ПГС. Вот. Два сына у меня. Одному 21, другому 19. Вот. Женат уже. Ну, а так, в принципе, будем строить, будем все поднимать. Здесь завод. И как сложится, надеемся, что будет все хорошо. Ну, на данный момент, какие впечатления у вас от Ненецкого округа? Мне очень нравится город, на самом деле. Здесь все тихо, размеренно и спокойно. После Санкт-Петербурга или из Москвы здесь просто-напросто умеренная, неторопливая жизнь. Все тихо, спокойно. Все компактно, все доступно. А планируете открытие завода торжественно? Ну, надеемся, да. Надеемся, да, будут представители. Красную ленту разрезать. Да, надеюсь, да, будем красную ленту разрезать. Пригласим вас, чтобы вы посмотрели. И в дальнейшем приезжайте на завод, пообщайтесь с рабочими, зададите им вопросы. Местные, не местные. О зарплате спросите, какая у них зарплата. Дмитрий Дмитриевич, расскажите, а у вас какой опыт работы в строительстве? В строительстве непосредственно опыт работы с 2000 года, но в режиме правового обеспечения строительной деятельности. Потому что первое образование у меня военно-химическое. Я служил на Северном флоте, офицер запаса. Второе образование юридическое. Московская государственная юридическая академия. И практикую я с 91-го года. И вот с 2000 года я начал осуществлять правовое обеспечение именно строительной деятельности. Поэтому с этого момента, можно сказать, мое приобщение к строительству состоялось. И вот в настоящий момент, в принципе, практикую режим антикризисного управления. То есть именно с этой целью я проводил регистрацию всех активов, регистрацию предприятий этих. Вот. И само непосредственное перевооружение завода. На ваш взгляд, когда уже будут использоваться материалы, произведенные на заводе? Ну, вы имеете в виду, когда из этих материалов будет... А, ну вот, насколько мне известно, хотя, конечно, это не мой вопрос. Ну, я имею в виду, не ННК, а строй будет осуществлять непосредственно строительство. Есть два проекта, не помню, улицы сейчас, по именно сборному аналитному домостроению. По этой технологии, именно под те конструкции, которые Игорь Ильич будет производить на заводе Заполярье. Уже, ну, по крайней мере, два, я уже об этом наслышан. Садик. А, садик еще, детский садик. То есть уже в планах есть, да? Да, в планах, конечно, а как же, его надо загружать. Ну, он уже начал монтироваться. Его же надо загружать, работать. Ну, вот с подготовкой ввода в эксплуатацию завода, с какими трудностями вы столкнулись? Ну, ввод в эксплуатацию только производится, поэтому будут трудности, будем их решать. Пока только идет укомплектовка штата, людей, и какие-то технические вопросы по материалам там решаем сейчас. Пока еще навигация не закончилась, чтобы уже зиму работать спокойно и выполнять заказы, которые уже сейчас планируется подписать. А как давно из-за подготовки? Вы знаете, вот, как сказать, в рекордно короткие сроки мы начали процесс, непосредственно процесс перевооружения в конце, ну, в начале апреля где-то. То есть договор был заключен с генподрядчиком где-то вот 5-го, по-моему, апреля. Вот. И вот с апреля эта вся титаническая работа очень своевременная и, как сказать, оперативно генподрядчик заказал материалы, а самое главное оборудование технологическое, которым оснащено сейчас завод. Я думаю, что, наверное, когда, Игорь Юрьевич, будет вот в эксплуатацию, вы пригласите канал, чтобы он мог это снять, потому что действительно будет красивое оборудование, уникальное. Но завод будет соответствовать всем современным требованиям. Да. В этом вы будете председателем. Технологический процесс будет очень современен и очень автоматизирован. Очень много нового оборудования завезено. Сейчас все оборудование уже продолжает пусконаладку, монтаж. Вот. И после пусконаладки и монтажа начнем потихонечку экспериментальное производство и начнем переходить на полную мощность. Вот именно тот факт, вот Игорь здесь сказал, что очень автоматизированная система. Ведь мы, грубо говоря, строим, ну, как де-факто, это будет не завод, желебетонная конструкция, это будет домостроительный комбинат. Который будет, я уже повторяюсь, включая в себя и производство оконных и дверных блоков, и фасадную систему, и кровельную систему. То есть в исчерпывающем объеме. И, то есть, получается, это как исчерпывающий домостроительный комбинат. Вот, понимаете, вот, допустим, в СМУ, в бывшем СМУ, да, в Наринмар-Строе, проводились сейчас очень нещадные и, ну, как сказать, очень жесткие и болезненные процедуры сокращения. Сколько людей сокращалось? Если я не ошибаюсь, с 300 человек, вот насколько мне, в моей уже памяти, сколько я здесь на Наринмаре, так 300 человек для завода, у которого производительность была гораздо ниже. А вот при данной автоматизированной технологии, ну, скажем так, за отраты людского ресурса практически там 80. Да, 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 80 человек где-то. 80 максимум, да. То есть вот это говорит о автоматизированности системы. Что многие процессы будут автоматизированы, даже ручной труд, многие, многие заменены на именно автоматизированные системы. Как будет обеспечиваться безопасность на производстве? Это самое главное в нашей работе, это считается опасное производство, поэтому в первую очередь будем думать о безопасности производства и принимать все меры для того, чтобы производство было безопасным. Люди — это наше все. Будем заботиться о наших людях. Игорь Викторович, опишите, пожалуйста, технологический процесс. Ну, технологический процесс заключается в том, что инертные материалы — это щебень, песок и цемент подаются на БСУ, смешиваются в бетонную смесь. Бетонная смесь подается в цех. Но перед этим вообще весь технологический процесс заключается в том, что разрабатывается КЖИ на данный проект Домана, выдается в работу, и по КЖИ начинает сборка железобетонных конструкций. У нас есть три подъемных стендов в цеху, вот на данный момент гидравлических, на которых будут собираться стеновые панели. Однослойные, трехслойные, но это уже технические вопросы. Любой конфигурации, любой сложности. Мы ограничены только размерами стенда, это 3,800 на 10 метров, и грузоподъемностью крана, чтобы выдать готовое изделие на склад готовой продукции. И данная конструкция, технологический процесс заключается в том, что бетон, выставляется опалубочная система, оконообразующие проемы выставляются, которые будут изготавливаться у нас, плотненькие по чертежам будут изготавливать. Заливается бетонная смесь, выставляются связи, используем связи ПЕИКа фирмы финской. Вот, утеплитель толщиной там бывает разный, но это зависит от проекта тоже, от 160, но в данном регионе, так как это заполярный круг, я думаю, что будет применяться утеплитель толщиной 200 миллиметров, и заливается несущий слой и наружний слой фасадный. Фасадная часть может быть как гладкой, так под царапку, хоть под кирпич можно сделать дом, применение из бетона можно сделать все. Вот, также и конструкции колонны, сваи, там тоже мы ограничены, мы делаем любые колонны, да, от 18 метров там и 500 на 500, просто мы ограничены только грузоподъемностью в данном случае крана, чтобы можно было выдать дагдовую продукцию на склад. Вот, и это, ну вот, весь, в принципе, технологический процесс, да, но еще будем производить пустотные плиты перекрытия, там будет полностью автоматизированная система, они будут преднапряженные, натягиваются троса в форме, вот, в форму подается бетон специальным устройством, да, и потом данная форма опускается в пропарочную камеру, на следующий день снимается готовая продукция, выдается на телегу и вывозится на склад готовой продукции. То есть процесс максимально ускорен? Да, максимально ускорен и полностью автоматизирован, ну, от изготовления до выдачи на склад процесс занимает, грубо говоря, одни сутки, ну, сутки и продукция уже готовая на складе, да, все стенды, все формовочные столы имеют внутренний подогрев, поэтому бетон быстрее набирает прочность и технологически позволяет нам производить оборот за сутки производства железобетона. И еще о преимуществах, которые даст завод, как на стоимости строительства скажется это? Ну, это ускорит строительство, так как уже конструкции будут полностью изготовлены на заводе под проект, и их останется только смонтировать, и плюс мы сэкономим на доставке, потому что в данный регион очень дорогая доставка этих же бетонных конструкций, мы будем их здесь производить на месте, и это вот должно удешевить стоимость жилья. Игорь Викторович, а частные лица смогут стать потребителями продукции? Да, любой гражданин, любой житель Ненецкого округа может прийти со своим личным проектом, мы под этот проект разработаем КЖИ и сделаем ему железобетонные конструкции по его проекту, по его дому. Вот, ну, если он найдет монтажную бригаду еще, ну, не знаю, там смонтирует, вполне все реально, да. Что такое КЖИ? Это конструктив, это конструктив же этого дома, это конструкции, они, где расписано в чертеже, это чертеж, в котором расписано, как собирать то или иное... Конструктив же бездонных изделий. Да, конструктив. Где видно, какие изделия используются. Да, да, ну, грубо говоря. Грубо говоря, пусть будет техзадание, да. Какая арматура, какая марка бетона идет, какой утеплитель, в этом КЖИ все прописано, какая форма изделия, грубо говоря, геометрический размер. Толщина, ширина, длина этого изделия. То есть, а заказать, например, обычный человек может поштучно или в большом только количестве? Нет, почему? Он может заказать себе и поштучно, и как и в большом количестве. Любые объемы, которые им будут необходимы, мы произведем и продадим. Ну, вот, к примеру, у вас очень развито, я даже обратил внимание, в городе очень развито частное домостроение, да. Ну, почему какому-то гражданину, который получил земельный участок под жилье, да, и не заказать проект, там, проектной организации? В будущем, я думаю, что, наверное, Игорь Викторович придет к тому, что и проектное бюро будет, это на заводе. И за каждый проект индивидуальное жилье, ему будут этот проект, он проект разместит на изготовление на заводе. Это вполне возможно. В принципе, в принципе, даже, я думаю, что когда завод начнет работать на полную мощность, даже просто с эскизом человек может прийти, и мы разработаем ему, у меня есть такие возможности, мы разработаем ему КЖИ, под его просто рисунок, эскиз, сделаем ему КЖИ, если его устроит, он может заказать. Посчитаем ему цену и выдадим все полностью, сколько будет стоить его дом. Какие еще у вас планы на будущее? Какие планы на будущее? Ну, увеличение мощностей, да, и расширение производственных мощностей, да, чтобы, как бы, нельзя стоять на месте, нужно унифицироваться и расширять производственные мощности, что позволяло, чтобы больше и больше производить железобетонных конструкций. Вот, и, ну, если позволит возможность, то выходите уже на другие рынки, не только Нинецкого округа, по поставке железобетона. А материалы вы где закупаете будете? Ну, все материалы. Песок, Дмитрий Дмитриевич знает, да, песок используем местный, а вот щебень приходится пока что везти из других регионов. Ну, к сожалению, карьеров в ближайшем, в ближайшем окружении территориальном гравийных нет, поэтому вот сейчас, по крайней мере, происходит девятимесячное обеспечение инертными, в частности, гравием, по-моему, с Карелией. Отсев — это измельченный щебень очень мелкой фракции, да, это измельченный щебень, отсев, просто он очень мелкой фракции. Вот, его просто... Отсев привозится только для того, что песок, он очень мелкий здесь. И чтобы в лаборатории... У нас своя лаборатория, кредитованная, да, на заводе есть, которая проводит все испытания, просто у каждого бетонного, железобетонного изделия есть своя марка бетона, есть своя прочность, морозостойкость, влагостойкость, рецептура, да. И эти рецептуры, прежде чем залиться в форму, они разрабатываются в лаборатории. И если говорить про железобетон, то он весь разный. Нет, это звучит железобетон, но у каждого железобетона есть свой рецепт, вот, свою прочность, своя влагостойкость, морозостойкость, и это все в лаборатории. И вот чтобы добиться необходимой прочности на песке, приходится добавлять туда вот этот мелкий, мелкий щебень, как бы так, отсев, так называемый, вот, чтобы получить необходимую прочность. Был бы песок более крупнозернистый, тогда бы отсев не нужно было бы добавлять. Игорь Викторович, Вы как специалист можете оценить, качество улучшится домостроительство? Ну, это уже моя прямая обязанность, да, чтобы качество домостроения улучшилось, чтобы наши железобетонные конструкции были конкурентоспособны, и люди были довольны жильем тем, которое мы будем производить. Что Вы для этого будете делать? Будем обучать сотрудников и требовать, и требовать качество, качество и качество, прежде всего качество. На каждом этапе контроль? Да. А входной, выходной? Инженер по качеству при выдаче готового изделия, в процессе сборки технологического процесса, тоже все операции проверяются мастерами, которые будут каждую операцию проверять, подписывать, и поэтому надеемся, что качество будет достойное. Спасибо, Игорь Викторович, спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Этой осенью в Ненецком округе будет запущен завод строительных конструкций Заполярье. В программе «Актуальное интервью» был директор предприятия Игорь Лысенко и генеральный директор компании ННК «Строй» Дмитрий Соколов. До свидания.